Добрый день, уважаемые зрители! С вами доктор Константин. Сегодня для всех женщин видео гинекология болезни матки. Итак, давайте мы с вами определимся. Кому что непонятно, как всегда, гугл анатомия вам в помощь, гинекология в помощь, тем кому интересна данная тема. Ну и помните, что акупунктурные точки очень хорошо помогают при всеразличных заболеваниях матки, если они, вдобавок, еще не запущены. Почему? Потому что вы, милые, уважаемые женщины, всегда кушаете, кушаете эти таблетки, но забывайте, что у вас, вообще-то, эта мочеполовая система не только у вас, но и у мужчин, она очень уязвимая. Прежде всего, нужно знать, что матка это самая сильная мышца у женщины, а за мышцы у нас отвечает поджелудочная железа. Вот вам и сразу цепочка. Посмотрите, в каком состоянии ваша поджелудочная железа, а уж потом, что, ну, берите лечить свою матку. Это самое первое. Ну, давайте мы с вами разберемся. К болезням матки можно отнести, это миома матки, вот, это эрозия матки, это рак матки, онкология всеразличные, скажем, опухоли матки. Это опущение, выпадение матки. Ну, а также там все различные, скажем так, научные, умные слова, которые на сегодняшний день, скажем так, формулируют те или иные болезни, связанные с гинекологией у женщин. Потому, помните, диагностика 12 меридианов обязательно. Почему? Потому что именно меридианы почек, поджелудочной железы и печени, вот, формируют гинекологию у женского пола. И все болезни берутся от дисфункции этих меридианов, либо от воспаленности этих меридианов. У каждого диагностика может показать своя. Потому на первом месте, вот, при лечении тех или иных заболеваний, связанных с маткой, необходимо знать, в каком состоянии этих три основных меридиана. Ну, так как мы не можем только снять диагностику этих трех основных меридианов, мы делаем полностью диагностику 12 меридианов. И видим, в каком состоянии общий энергетический баланс. Вот, допустим, я могу сразу же привести пример. Вот, допустим, полгода назад приходила женская женщина ко мне, возрастом 35-37 лет, сделала диагностику. Мы увидели, что общий энергетический баланс у женщины, что не отвечает ее норме, слабой, вялой. Вследствие чего, те или иные проблемы связаны с маткой. За полгода она восстановила практически свой организм в норму. Вот, у нее, скажем так, болезнь ее оставила наполовину. Еще ей хотя бы полгода содержать всю свою энергетику в норме, что от болезни матки след простынет. При условии, если женщина будет что заниматься собой, содержать себя в норме. Уж, простите, за прямоту человек не может один раз привести порядок в квартире на всю свою жизнь. Нет, периодически он берет пылесос, поддерживает, вытирает влажной тряпочкой подоконник. Вот, пылесосит свою квартиру любимую, создает в ней уют, тепло, чистоту, пусть порядок. Этот порядок поддерживает. Так то же самое в нашем организме. Мы не можем один раз навести порядок. Мы можем навести порядок, показать уязвимые места у женщин, у мужчин они есть. Вот, но потом периодически нужно этот порядок поддерживать. И точка ВЦ8. Шэнь Цюэ всегда используется при всеразличных болезнях матки. Всегда при всех болезнях матки. Дождитесь видео, как работать с данной точкой. Это видео будет очень познавательное, простое. Ну и эффективность вы увидите при условии, если вы будете заниматься не только лечением своей матки, но и профилактикой. Спасибо за внимание. Спасибо.